Тема лекции «Языковая ситуация. Типология языковых ситуаций». Цель и задача лекции – дать представление о языке как деятельности в аспекте лингво-этнического контактирования и второе – совершенствование следовательских навыков на основе анализа языковых, этноязыковых, этно-лингвистических фактов. План лекции. Первое – определение языковой ситуации. Второе – особенности языковых ситуаций. Третье – типология языковых ситуаций с учетом разных оснований. Четвертое – типология в соответствии с совокупностью подсистем одного или разных языков. И пятое – классификация языковых ситуаций. Определение языковой ситуации. Что же это такое? Языковая ситуация – это совокупность форм существования одного языка или совокупность языков в их территориально-социальном взаимоотношении и функциональном взаимодействии в границах определенных географических регионов или административно-политических образований. Особенности языковых ситуаций. Компонентами языковой ситуации могут быть любые языковые образования – языки, региональные койны, формы существования одного языка или диалекты, функциональный стиль и подстиль. Границы исследований языковых ситуаций могут совпадать с границами региона, административно-территориального образования или же выходить за их пределы. Компоненты языковых ситуаций изучаются в совокупности. Причины изменения языковых ситуаций – изменение роли ее компонентов в экономической, политической жизни, изменение языковой политики. Параметры языковой ситуации – это количество языков, составляющих языковую ситуацию, количество этнических языков, составляющих языковую ситуацию, процент населения, говорящего на каждом из языков, демографический вес языков, количество коммуникативных функций, выполняемых каждым из языков, юридический статус языков, степень генетической близости языков и оценки социумом престижа соосуществующих языков. Типология языковых ситуаций идет с учетом разных оснований. Так, например, сюда входит совокупность подсистем одного языка или разных языков, родственные или неродственные языки, типологически сходные или различные языки, языки равные или неравные по уровню функциональной и демографической мощности, языки, имеющие одинаковую или различную нагрузку в пределах той или иной социально-коммуникативной системы. Типология в соответствии с совокупностью подсистем одного или разных языков включает в себя экзоглосные и эндоглосные языки. Экзоглосные – совокупности различных языков на территории одного государства. Экзэндоглосные – совокупность подсистем одного языка на территории одного государства. Сюда же входят и их различия по сбалансированности. Сбалансированные – на основе функционально равнозначных языков или языковых ситуаций и несбалансированные – на основе компонентов, распределенных по сферам общения и функциональным группам. Кроме этого, выделяют классификацию языковых ситуаций в соответствии с родственными или неродственными языками. Так она делится на монокомпонентные и поликомпонентные классификации. В монокомпонентную входит, например, Исландия. В поликомпонентные, поскольку она многокомпонентная, сюда входят одноязычные, представителями являются Венгрия и Япония, двухязычные – Беларусь, Украина, Финляндия, трехязычные – Люксембург, четырехязычные и более – Швейцария и Израиль. Далее представлены классификации языковых ситуаций в соответствии с языками, равными или неравными по уровню функциональной и демографической мощности. Они подразделяются на демографически относительно равновесную, сюда входит Бельгия, и демографически неравновесная, явно представителями являются Беларусь, Испания и Финляндия. Особый интерес в этом плане представляет Индия как самая полиэтническая и полиязычная страна мира. В Индии говорят более чем на 30 различных языках и 2000 диалектов. В Конституции Индии говорено, что хинди и английский являются государственными языками. Кроме того, представлен официальный список из 22 языков, которые могут использоваться правительствами индийских штатов для различных административных целей. Интересно, что в Индии была предпринята попытка лишить английский язык статуса государственного. Однако с протестами выступили некоторые штаты, где языки из Индии не получили распространения. Благодаря быстрой индустриализации и многонациональному влиянию в экономике, английский язык продолжает оставаться популярным и влиятельным средством связи в государственном управлении и бизнесе Индии. 24 языка, каждым из которых владеет не менее 1 миллиона человек, составляет 98% населения Индии. Так Гуджарати, живущий в Бомбее, со всей своей семьёй будет говорить на Катхиавадзе, диалек Гуджарати. На рынке будет говорить на Маратхи местный язык, в торговых кругах на Канкани, на железнодорожной станции будет говорить на Хинди, а на официальных встречах на английском языке.